Всем привет! Сегодня я решил наконец-таки просто посидеть, поболтать с вами, ответить на вопросы, потому что такого формата не было, не знаю, больше года. В основном у меня одни влоги и так далее. Вот, но сегодня как-то посидим с вами, миленько поболтаем по душам. У меня тут чаёк. Я писал в своём телеграм-канале, что планирую делать такое видео и просил вас задавать мне вопросы, собственно, что вы и сделали. Так что мы сейчас посмотрим, что там были за вопросы. Первый вопрос. Куда бы ты хотел поехать в ближайшее время? Я бы очень хотел поехать в Дубае. Вот вчера было выступление Бьонсе в новом отеле Дубае, Atlantis The Royal. Прикрепляю эту фотографию. Отель просто супер роскошный. Бьонсе заплатили за это выступление 24 миллиона долларов. Вы представляете, что это полтора миллиарда рублей? Это просто трэш. Отель охеренный. Всё просто супер. Номера бомба. Ой, я очень хочу туда поехать. Поэтому я надеюсь как-то пыренько сейчас накопить деньги, все свои копилки разбить. Вот. Это моя ближайшая цель. Я очень хочу, я не знаю, потому что я не был, во-первых, в Дубае. В Дубае. Я не знаю, как склоняется, извините. И я очень хочу туда и к тому же в этот отель. Так что надеюсь, что всё сбудется и вы увидите обзор этого отеля. Так же хотелось бы поехать, я думаю, летом, либо в начале осени в Париж, потому что увидеться своими друзьями, Зины и так далее. Может, Тиммик наконец-таки теперь получит этот как-то трэвл документ, чтобы он смог выезжать из Америки. И мы все дружненько там встретимся, потому что все мои друзья практически в других странах. Вот. И больше планов, думаю, нет. Две поездки уже будет супер, если они осуществятся. Как часто общаетесь с Тимиком, Настей и Мариной? Это был самый залайканный вопрос. Я не знаю, почему вас так всегда это интересует. С девочками мы сейчас общаемся меньше, я думаю, потому что мы в разных городах. И как-то разные темы общения пошли и всё такое. В общем, мы общаемся сейчас меньше, но с Тимуром мы продолжаем списываться. Практически каждый день, каждые два дня мы что-то обсуждаем. Вот вчера обсуждали бульонцы и русских звезд, которые там были, что очень вывесело. Вот. А так, короче, да, всё общаемся, всё хорошо, всё нормально. Ай, не задавайте этот вопрос. Собираешься ли ты, блядь, собираешься ли ты ещё раз попробовать поддаться на визу в Штаты? Общаешься ли ты с ребятами с тех пор, как они переехали? Про Штаты. Как вы знаете, если вы смотрели мои прошлые влоги, нам с Русланом отказали визы в США, потому что подумали, что мы собираемся эмигрировать. Да. Ну ладно, на самом деле, тогда была мысль, сейчас её нет. Я очень хочу получить визу в Штаты, чтобы просто съездить к друзьям в Нью-Йорк, как-то в Майами хочу. Я бы ещё очень хотел в какие-то горы поехать, что-то просто посмотреть как бы в Америку. Так как у Руслана есть права, будет возить. Я неделю назад опять подумал, что нужно как-то получить опять визу. Читаю группы сейчас. И отказов опять-таки очень много. Я не знаю, я не хочу опять терять кучу денег, куда-то ехать, чтобы был отказ в визе. А точно стопроцентно получить, как бы гарантии нет. Поэтому я думаю, что я ещё подожду, пока как-то вдруг это всё уляжется, что я очень сомневаюсь. И уже ближе к лету как-то совместить поездку за визой и куда-то в Европу, чтобы попробовать получить её снова. Молюсь, что её дадут, потому что процент одобрения сейчас маловероятен. Но он возможен. Что тебя радует в последнее время? Ой, я не знаю. На самом деле меня очень радуют деньги, потому что в декабре было много денег из рекламы. А когда у меня есть какое-то количество денег, отложенное, мне намного спокойнее живётся. Вот я это тысячу раз понял, что если у меня есть какая-то нычка с деньгами, либо просто они есть, мне вообще всё равно на всё. У меня как-то вот эти проблемы, я не погружаюсь супер в себя, потому что я знаю, что деньги всё исправят. Ну, в плане, вы поняли, да, что когда у тебя есть деньги, всё легче решить, спокойнее живётся и так далее. Ну, меня радует то, что, да, я перестал пить. Очень маленький срок, я не пью полмесяца, но меня это радует. Я как-то чуть-чуть горжусь собой. Вот, я сейчас на правильном питании, меня тоже как-то это выдушевляет, поднимает настроение. В основном я провожу сейчас время один, мне даже это нравится, я как-то стал более нацелен на что-то, в плане я вот хочу снимать. То есть, как бы я сейчас много снимаю для себя даже. Вот, хочу заняться ещё одним хобби, я думаю, потом как-нибудь расскажу. Я хочу это хобби монетизировать, то есть, я буду кое-что делать своими руками, потом это, я думаю, продавать. Ну, и всяким друзьям дарить, родителям, ну, короче, такое для себя, но и с пользой. Вот, так что следите за новостями, подписывайтесь вообще на канал, очень многие смотрят, не подпишавшись. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вы не знали, когда выходят мои видео. Вот, Вадим, почему вы не встретились с девочками, когда они приезжали в Москву? Ты в это время был в другой стране? Да, я в это время был в другой стране. Я был в Европе, а девочки приехали на две недели, и так получилось, что я приехал, а они как неделю уехали. В общем, мы никак не сатыковались, поэтому и не встретились. Как физическое и моральное состояние? А физическое состояние-то как? Ну, типа, живой, работаем. Физическое нормально, потому что я худею, да. А моральное, кстати, за последние полгода на пике нормальность. Ну, у меня было хорошее моральное состояние, когда мы в сентябре уехали в Европу, потому что я там ни о чем не думал, не работал, да, эти, ел, пил, гулял. По Европе было топливо. Ну, потом, когда я приехал, стало как-то уже не очень, как-то опять все нагрузило. Но сейчас, я не знаю почему, у меня отличное моральное состояние, у меня как-то нет скачков вот этих вот депрессий каких-то, вверх, внизу, то есть все ровно, все плавно, меня все устраивает. То есть сейчас вообще состояние супер. Что смотришь на YouTube? Кстати, тоже залайканный вопрос, значит, вам это интересно было. Ой, что я на YouTube смотрю? Я смотрю Тимура. Тут будет список Тимура, девочек, я люблю криминальные каналы, а-ля Мистика. Крайм Тубер, Агата Кристи. Дальше, что? Я смотрю Полине Кудрявцеву, всякие интервью, все, что выходит, это тоже, вот, что такое без блога. Периодически смотрю Диму Ермузевича. В общем, на YouTube я залипаю очень много и часто, смотрю всякие видосы. У меня теперь еще любимая блогер Шалева Даст. Я не знаю, она просто прикольно шутит, мне нравится ее смотреть, я ее включаю с утра, как-то ем, расслабляюсь. В общем, на фоне я ставлю. Считаешь ли высшее образование важной единицей в жизни? Честно, нет. Типа, у меня что было образование, что нет. Знаний я оттуда не получил, я думаю, стоит идти учиться только, чтобы получить какой-то жизненный опыт. Это да. Либо, если вы хотите стать с кем-то, ну, понятное дело, врачом, врачом, ну, там, врач, журналист, я считаю, что журналисты должны иметь высшее образование. Всякая наука, вот это все, я считаю, высшее образование надо. Всякие вот, не знаю, ладно, я считаю, что образование нужно, но просто мне оно не пригодилось. В моей жизни это неважная единица. То есть я учился на менеджера, работаю, не знаю, блогером и монтажером на телевизоре. То есть, как бы, мое образование менеджера мне вообще никак не пригодилось. Думал ли ты о том, чтобы поменять свою сферу деятельности? Да, кто не знает, я работаю монтажером на Пенте Мюзик. Я не знаю, мне просто как-то это легко, и меня устраивает эта работа, она мне нравится, потому что там про музыку, про шоу-бизнес, знаете, я это люблю. Но если менять сферу деятельности, то только на себя, если я буду работать. То есть, если я уйду с работы, мне нужно понимать, что я ухожу в блогерство и зарабатываю деньги там. А я это сделаю только, когда у меня будет стабильный доход в блогерстве, который мне позволит жизнь, оплачу дипотеку вонючую и как-то сдавать, снимать квартиру на еду, на развлечения, на путешествия. Тогда уйду. Можно топ-3 любимых сериалов в киновселенных? Можно, чё нет? Я очень люблю Гарри Поттера. Это вообще моя любовь. Мне Теслав подарил подписку на медиатеку на целый год. И там есть Гарри Поттер. Поэтому я его смотрю постоянно. Из таких вселенных, я думаю, только Гарри Поттер. По поводу фильмов. Я напишу тут список, но из моих самых любимых, это Невидимый гость. Очень рекомендую по просмотру. Потом типа Диалон из Прадо такой, лёгкий, типа Шопоголев, вот это всё. Я люблю триллеры. Боже, я всё время забываю, как название это фильм. С Кристин Стюарт после 53 миллиона раз уже говорил, всё время забываю. Комната страхом. Вот. Это один из самых моих любимых триллеров. Обязательно посмотрите. Люблю фильм Стажёр. Короче, все фильмы Сен Хэттелли я люблю. Она мне очень нравится. Типа 8 под рук оушена. Делан из Прадо, где-то всё. Я люблю. Короче, вот тут будет список всех фильмов, которые такие мои любимчики. Посмотрите. А-а-а. В последнее время то, что я посмотрел. Wednesday. Я посмотрел в первый день, когда это вышло. Очень мне понравилось. Такое лёгкое, детское, но довольно-таки интересно было. Но я был в шоке, что его так расфорсили, что он стал таким популярным. Ещё я люблю на Нетфликсе смотреть всякие документалки, типа там про Ану, про всякие исчезновения и так далее. И мне очень нравятся Неразгаданные тайны. Unsolved Mystery. На Нетфликсе посмотрите обязательно. Я думаю, вам понравится. Там каждая серия новая история. Жидает ли новые хиты Эллы? И разорвала ли она контракт с Кариной Тумбаевой? С Кариной Тумбаевой. И разорвала ли контракт Карина с Тумбаевой? Ну не знаю, у нас всё сложно в этом плане. Продюсерский центр разваливается. Но мы недавно списывались с Кариной и решили, что всё-таки контракт ниточку ещё держит. Мы его не до конца разорвали. Мы думали выпустить какой-нибудь рождественский сингл под Новый год. Но не случилось, не случилось. Так что я думаю, хиты в этом году, в 23-м году будут. Так что ждите. Ждёте, ставьте лайк. Иначе сингл не будет. Часто ли выбираешься в свет на рабочей неделе? В этом году я вообще не выбираюсь в свет. Я после работы еду домой и чину дома. Делаю какие-то свои дела. Готовлю, монтирую видео. Так что выбираюсь очень редко. В выходные гуляю. Думаю на следующей неделе вообще пойти в бою. Я обожаю бою. Мы ходили вот в прошлом году зимой. И раз в год немало. Я хочу каждый месяц ходить, потому что я просто обожаю. Не знаю почему, с детства. Потому что в детстве каждый день рождения куда? Боулинг. Знаете, все собираются в боулинге, заказывают пиццу, вот эти соки, колу. И играют в боулинг 2 часа. Это было мое любимое день рождения. Я всегда на них ходил. Вернулся на прошлую работу. Да, я когда выезжал на месяц в Европу, у меня был затяжной отпуск месяц, и я не работал. Но когда я приехал, отпуск закончился, и я на той же работе, я с ней не уходил. Я также работаю монтажером на TNT Music. Так что вот. Расскажи про плюсы и минусы Москвы. Можно в сравнении с Питером? Мне очень сложно сравнивать с Питером, потому что я его просто недолюбливаю. Я там жил 21 год. Я просто его не люблю. Плюсы очевидные. Москва большая. Тут есть чем заняться. Я не знаю, я просто люблю Москву. Она вся переделана. Везде плитка, новая спальня. Кучу как-то магазинов, кафешек, кофеем. В Питере такого нет. Зимой, то есть, как бы, никто снег не убирает. Как бы, сосулька с крыши может упасть нахуй на тебя. 53 раза упадешь. Делать нечего. Я помню, как мы зимы жили. Мы выходим, встречаемся на Невском. Мы гуляем час-таки. Что делать? Можем час сидеть на лавке. Идем в нашу любимую кофейню. И сидим там 3 часа. И раздвижаемся по домам. Делать просто нечего. Я не знаю. Я люблю Питер очень изредка. Когда ты туда приезжаешь, там есть какая-то вот эта пасмурная атмосфера с мелким дождиком. Ты гуляешь и как-то вот даже прикольно. Но на 3 дня максимум. То есть, если я приезжаю в Питер к родителям, 3 дня все. Потом я просто хочу «Москва, отлист, забери». Я все. На 3 дня я Сапсан и Москва. Но многие, вот мои знакомые, любят Питер. Прям вот хотят там жить. Я у них спрашиваю, почему вы не переезжаете в Москву? Как бы у вас возможностей там больше. Нам нравится Питер. Думаю, ну хорошо. Что чувствовал, когда уехал Тим? Ну я на самом деле такой человек, который вообще эмоции не показывает. Это типа... Не знаю. Пробить меня на что-то сентиментальное. Это, знаете, нужно постараться. И как бы старайтесь, не старайтесь. Не получится. Вот. Но когда он уехал, я говорю, ну уедьте. Блядь, круто рассказал. Я не знаю даже, как сказать. Я просто говорил. Если ты хочешь еть, все хорошо, нормально. Вот. Он уехал. Типа, ну мы постоянно списывались. Потом мы не общались месяц-два. Точнее, общались, но мало. Как-то вот произошло то, что он уехал. Там погружался в эту атмосферу Нью-Йорка. В новые реалии. И мы как-то мало общались. Ну сейчас мы хорошо общаемся. Все нормально. Я по нему скучаю. Потому что, блядь, не видели сколько в апреле будет год. То есть 10 месяцев, Тимура, нет уже. Трэш. Я хочу, чтобы он получил наконец-таки уже троего документы. Приехал в Москву. Либо Эл получил уже наконец-таки эту заветную виду в США. И уже самому приехать. Сымбаум. Блядь. Если не секрет, что у тебя с личной жизнью? С личной жизнью у меня все топово. Рассказывать не буду, но все хорошо. Сложно ли встречаться в жизни с людьми, которых ты видел только в интернете? Все зависит от человека. Есть люди, с которыми ты встречаешься. И как-то, знаете, неловко. Не знаешь, о чем болтать и так далее. Мы в Париже встретились с Владом из Дании. Боже, как будто мы тысячу лет общались. Не знаю. Первые, естественно, полчаса, часик. Как-то не лов. Как-то, типа, не знаете, о чем болтать. А потом, как миленькие. И мы и тусить ходили, и пили, и болтали, и веселились, фоткались, видео снимали. Короче, делали все. И как будто мы реально тысячу лет знакомы. Потом мы с ними и жили, и вместе поехали в Германию, в Австрию. В общем, все зависит, я думаю, от человека. Покупал ли ты какие-то курсы или какое-то обучение? Как ты успеваешь за трендами в творчестве? Фото, музыка, видео, одежда. Я никогда не покупал обучение. Точнее, я покупал два раза и просто его не проходил. То есть, у меня не доходят до него руки. Да, я такой человек. Может быть, не было чего-то такого, чему бы я по-настоящему хотел выучиться. Не знаю. За трендами я вообще не слежу. Может быть, как-то минимально. Просто на насмотренность. То есть, я что-то делаю, там, монтирую и вспомню. О, сейчас вот это прикольно. И сделал. Но в плане такого, что, о, это сейчас тренд, буду делать так же, у меня такого нет. Есть планы на 2023 год? Ну, я думаю, не планы. Планы я вам рассказал. У меня планы только путешествия и заняться своим хобби новым. Я бы хотел поставить цели перед вами. Я очень хочу в этом году достичь 100 тысяч подписчиков на ютубе. Потому что я каждый год хочу, хочу, но ничего особо для этого не делаю. Но вот сейчас в январе я врываюсь, знаете, часто записываю видео, поэтому поддержите подругу, поставьте лайки, подпишитесь. И напишите комментарий, чтобы видео как-то в топ улетело. Вот. Потому что я снимаю, снимаю, как бы подписчики особо не прибавляют. Знаете, 50 подписчиков в месяц. Круто. Вот. Хочу побольше снимать видео, какие-то интересные, что-то разговорное, не просто влоги. И надеюсь, в конце года, как будем отмечать с вами 100 тысяч подписчиков. Тик-тик. Вот. И в следующем видео у меня будет распаковка моих покупок за январь. Там будут и вещи, и так далее. И будет розыгрыш пластинки Гарри Сталзе. Поэтому не пропустите, подпишитесь. Почему не занимаешься Ютубом вплотную? У тебя бы получилось сделать это основным видом своей деятельности. К предыдущему вопросу сказал, что я хочу это сделать. Хочу, чтобы мой блог приносил мне побольше денег. Чтобы просто уйти с работы и заниматься на себя. Работать, точнее, на себя. Ютуб, Инстаграм, Тик-ток, грубо говоря. Who, where, when. Расскажи про своих самых любимых исполнителей за последнее время. Ну, давайте откроем Спотифай. Это 2022 год. И я вам продемонстрирую, что у меня в топе. Первое место. Первое место. Первое место. Анна Асти по баю. Я считаю, это год Анны Асти. Потому что альбом просто взорвал русскую пуп-музыку. И мы даже ездили летом в Екатеринбург на ее концерты. Да, настолько. Второе место у меня Гарри Стайлз и Зет Уоз. Это просто хит. Это моя любимая песня этого года, мне кажется, после Побарни. Третье место. Гармония Артика Асти. То есть у меня год Артика Асти. Сначала там была Анасти, теперь Сибирь. Потом у меня Ланки с Дуа Липа. Келлен Харрис с Дуа Липой. Феникс Анасти. Пост Малоун, Доджи Кэт. Меган Застеллен. Анасти опять. Джоджи. Ну, опять Дуа Липа. Короче, да. В этом году я любил Ануасти, Дуа Липу, Меган Дестеллен, Доджи Кэт. Ну и, собственно, все. Гарри Стайлз. Такие вот у меня исполнители. Да, я их люблю. Да, я люблю попсу. Что вы мне сделаете? Следующий вопрос у нас звучит так. Посоветуй крутые сериалы, как ты недавно посоветовал наблюдателя. Очень понравилось. Да, наблюдатель мне тоже понравился. Ну, что вам посоветую? Я просто из головы так взять не могу, потому что у меня мозг тупико, он сразу все не вспомнит. Поэтому, опять-таки, вот тут вы видите сериалы, которые я советую, поэтому скриньте, записывайте. Мне они очень понравились. Ну, на этом вопросы как бы закончились. Не знаю, что вам еще рассказать. В общем, не знаю, состояние у меня хорошее, как-то все нормально. Я забыл, кого я еще смотрю на Ютубе. Я люблю Джонни Би. Она про шоу-бизнес рассказывает. Крутая девчонка. Я тоже люблю смотреть. Каждое видео не пропускаю. Она сейчас еще вообще как-то в топы залетела. У нее каждое видео там по 200-300 тысяч просмотров. Молодец, топово. Ну, будем, короче, прощаться. Желаю вам хорошего вечера, утра, дня. Я не знаю, куда вы это смотрите. Вот, желаю вам всем быть ментально здоровыми, чтобы у вас все было в жизни хорошо. Позитивно, креативно, как говорила Катя Клэп. Надеюсь, вам понравился такой разговорный формат видео. Если хотите таких побольше, пишите в комментариях. Вот. Всем пока, всех целую. До скорых встреч, до скорого, до ближайшего видео. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok